Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 октября. Страдания святых бессеребренников Косны и Дамиана. Известны три двоица святых бессеребренников, врачей с именами Косны и Демьяна. А одни из них родились от Отца и Язычника и Матери Феодокии, благочестивой христианки. Они мирно скончались. Память 1 ноября. И были положены на место, называемое Сюреман. Другие жили временами и скончались от руки завистливого своего отчинителя, который обманом завел их на гору, как бы для собирания врачебных трав, и там побил их камнями. Третья же, память которых ныне совершается, были уроженцами Аравийской страны. Уверовав во Христа, они стали безвозмездно врачевать бесчисленное множество больных и не какой-либо травой или какими-либо другими мироварными врачеваниями, как искусные врачи. Но силую Христовую, ибо, проходя по городам и селениям, они проповедовали Христа, и именем его подавали всем болящим исцеления. Когда они просаялись всюду своим учениям и чудесами, то были взяты егемоном. Это происходило в царствовании злочистивых царей Диаклетиана и Максимиана, гонителей и мучителей христианских, выдачи приведенные в город Киликию. Синий святые врачи Касмай и Дамиан предстали перед егемоном Лифием. Он стал спрашивать их об их именах, отечестве и вере. После этого он стал принуждать их принести жертву идолам. Но так как святые не хотели исполнить этого и смело проповедовали Христа, то егемон сначала повелел бить их немилосердно и бесчеловечно, а затем связанных бросил в глубину морскую. Но святые силы Божьи спаслись от потопления, ибо ангел Господень разрешил из них и вывел здоровыми на сушу. Егемон, увидев это, повелел привести их к себе и спросил, «Скажите, каким волшебством вы спаслись из моря, ибо я хочу последовать вашему учению?» Они отвечали, «Мы, христиане, никаких волшебств не знаем и не нуждаемся в них. Мы имеем силу Христову, которая избавляет нас от всякой беды и спасает всякого человека, призывающего пресвятое имя Христово». После этого святые были отведены в темницу. На другой день их вывели оттуда, и мучитель повелел вернуть их в огонь. Но они и в огне остались невредимы, ибо огонь потерял свои естественные силы, не прикоснулся к ним и не повредил им. Егемон, сильно удивившись этому, велел повесить святых врачей и не милосердно мучить их. Затем слуги, по повелениям учителя, стали бросать на святых камнями, чтобы убить их. Но камни отскакивали от них тел, как от стены, и попадали в бросающих их и убивали их самих. После этого начали пускать святых стрелы. Но и стрелы, так же, как и камни, не повредили тело, если ранили самих же стрелявших. Наконец, Егемон, видя, что страдался непобедимый, осудил их на усечении мечом. И усечены были за Христа святые бессеребреники Касма и Демьян с другими тремя братьями Леонтием, Анфином и Ивтропием. Все они погребены были вместе. Они не только при жизни, но и после смерти получили дар совершать многие чудеса, являясь болящим и подавая им исцеление. Молитвами и дополучимы мы от Христа болезням нашим душевным и телесным исцеление. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать. С нашего канала.